В истории возникновения Олимпийских игр древности немало неясностей, а порой просто легенд и мифов, да и сроки их проведения вызывают споры ученых. Но бесспорно, что родиной Олимпийских игр является Древняя Греция, а именно почитаемое греками святилище Олимпия, расположенное в западной части Пелопонесского полуострова. Здесь, у подножия горы Кронос, в долине реки Алфей, до сих пор зажигается Олимпийский огонь современных игр. Отсюда начинается факельная эстафета. Итак, одна из легенд-версий относительно происхождения Олимпийских игр утверждает, что придумал и организовал первые игры знаменитый Геракл, между прочим, сын Зевса, тот самый, который совершил свои 12 легендарных подвигов. В честь одной из славных побед Гераклой стали проводить Олимпийские игры. Причем легенда донесла до нас одну очень интересную подробность. Геракл собственными стопами отметил дистанцию для бега – 600 стоп. Так появилась одна из наиболее распространенных мер длины в Древней Греции, она называлась стадией. Отсюда возникло слово «стадион». Если перевести эту меру в современные единицы, то получится, что дистанция составляет 192 метра 27 сантиметров. Есть еще и такая легенда. Эфид, царь Элиды, небольшого греческого государства, на территории которого находится Олимпия, отправляется в Дельфы, чтобы посоветоваться с Оракулом. Как он, царь маленькой страны, может уберечь свой народ от войны и грабежа? Дельфийский Оракул, предсказания и советы которого считались непогрешимыми, посоветовал Эфиду «Нужно, чтобы ты основал игры, угодные богам». Тотчас Эфид, чтобы доказать свои миролюбивые стремления и отблагодарить богов, утверждает атлетические игры, которые будут проходить в Олимпии каждые 4 года. Раз в 4 года специальные вестники объезжали Грецию, призывали всех атлетов принять участие в Олимпийских играх. Но к играм допускались только свободные греки, а рабам участие у них было запрещено. На время игр наступало перемирие для всех воюющих государств. Воины, которые еще вчера были непримиримыми врагами, откладывали в сторону оружия и со всех концов Греции направлялись в Олимпию. И никто не имел права нарушать это священное перемирие. Древние греки ценили здоровье и красоту человеческого тела, поэтому уже с раннего детства занимались физической культурой, чтобы в будущем быть сильными воинами, защитниками своей страны. Начинались игры торжественным шествием и обрядами во славу бога Зевса. В огромной чаше зажигался Олимпийский огонь, его зажигала самая уважаемая служительница Афины, жрица. Огонь приносили со священной горы Олимп. Он горел день и ночь, пока продолжались игры. Игры объявлялись открытыми. Девушки-гречанки танцевали танец сертаки, затем все участники давали клятву, что будут честно состязаться, уважать решения судей и с уважением относиться к своим соперникам, не будут использовать нечестные приемы носить противнику увечья. Поначалу атлеты состязались только в беге на одну дистанцию, которая была равна длине стадиона – 192 метра. Затем расстояние увеличилось в два раза. Спортсмены бегали не по круговой дорожке, как сейчас, а по прямой туда и обратно. Через 20 лет в играх стали принимать участие борцы. Наряду с борьбой стали проводиться соревнования по прыжкам в длину, метанию диска, копья. Через некоторое время в программу Олимпийских игр был включен еще один вид – кулачный бой, а затем программа пополнилась гонками на колесницах. В каждом виде состязаний определялся победитель. Его награждали в день закрытия игр, возлагая лавровый венок наголу. Вручали олимпийскую медаль и оливковую ветвь, срезанную в священной роще Олимпа. Объявлялась также команда-победительница. На церемонии закрытия гасили олимпийский огонь, и игры объявлялись закрытыми. Однако на Олимпийских играх выступали и соревновались не только спортсмены, ведь игры стали праздником гармонии. Поэтому между состязаниями поэты читали свои стихи и гимны, сложные в честь игр, а ораторы прославляли спорт в своих речах. Девушки танцевали народные танцы, проводились конкурсы, в которых принимали участие актеры, музыканты и певцы. Но в 393 году н.э. Олимпийские игры были запрещены римским императором Феодосий Импер, который проводил политику насильственного насаждения, христианства и всячески боролся со всем, что было связано с культом древнегреческих богов. Более полутора тысяч лет прошло с тех пор, как в Олимпии состоялись последние в древней истории игры. 25 ноября 1892 года французский аристократ Барон Пьер де Кобертен, человек, одинаково влюбленный в спорт и историю древнего мира, выступая на Международном конгрессе деятелей спортивного движения, заявил о необходимости возобновления Олимпийского движения. Так произошел новый этап в истории Олимпийских игр. Первые Олимпийские игры современности состоялись в Афинах в 1896 году. Игры современности прошли с большим успехом, несмотря на то, что участие в играх приняло всего 241 атлет, это 14 стран. Игры стали крупнейшим спортивным событием, прошедшим когда-либо со времен Древней Греции. Пьер де Кобертен возглавлял Международный Олимпийский комитет до 1924 года и оставался его почетным президентом до самой своей смерти. В принципе, правила и положение Олимпийских игр определены Олимпийской хартией, основы которой утверждены Международным спортивным конгрессом в Париже в 1894 году, принявшим по предложению Пьера де Кобертена решение об организации игр по образцу античных и о создании Международного Олимпийского комитета. Согласно хартии, Олимпийские игры объединяют спортсмены всех стран в честных и равноправных соревнованиях. По отношению к странам и отдельным лицам не допускается никакой дискриминации по расам, религиозным или политическим мотивам. Игры Олимпиад, известные также как Летние Олимпийские игры, проводятся в первый год четырехлетнего Олимпийского цикла. Счет Олимпиадам ведется с 1896 года, когда стоялись первые Олимпийские игры. С 1924 года проводятся Зимние Олимпийские игры. Начиная с 1994 года, сроки проведения Зимних Олимпийских игр были сдвинуты на два года относительно летних. Место проведения Олимпиады выбирает Международный Олимпийский комитет. Право их организации предоставляется городу, а не стране. Продолжительность игр в среднем 16-18 дней. С 1932 года город-организатор строит Олимпийскую деревню, комплекс жилых помещений для участников игр. Олимпийские игры – именно та арена, на которой человек неопровержимо доказывает, что нет предела человеческим возможностям, нет предела совершенству. На каждых играх реально воплощается Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». Олимпийские игры – «Быстрее», 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 «Быстрее». Олимпийские игры – «Быстрее», «Быстрее», «Быстрее».